Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня мы поговорим с вами о самых лучших и самых провальных запусках коллекции июнь-июль 2020. За эти полтора-два месяца у меня накопилось достаточно палеток, достаточно продуктов люксовых и бюджетных, чтобы поговорить о них более подробно, чем я делаю это обычно в своих видео, да, первых впечатлений. Поэтому, если вы готовы погрузиться в мир красоты, а также узнать чуть больше деталей о определенных брендах, которых еще нет в России, тогда оставайтесь со мной, а мы начинаем. Поехали! И, кстати говоря, все, о чем мы сегодня будем говорить с вами, у меня нанесено на лице, по крайней мере, это палетка от Наташи Диноны, с которой мы, наверное, и начнем. Это невероятно классная палетка, это, наверное, та самая палетка, которая должна быть в гардеробе или в косметичке у каждой девушки, потому что она просто невероятная. Вот честно, если бы можно было дать награду за самую лучшую палетку этого лета, эта награда шла бы именно Наташи Диноны с ее бронзовой палеткой, бронз палет. Она настолько классная, что, использовав ее один раз, вы захотите использовать ее еще раз, еще раз и еще раз. Здесь невероятно шикарные матовые цвета, они растушевываются как будто бы сами, то есть не прикладывая никаких усилий, о чем я уже говорила в своем видео, кстати говоря, которое набрало уже очень много просмотров, я так рада. Для меня это большая честь, что людям это вообще интересно, поэтому спасибо большое, ребят. Так вот, вернемся к этой палетке. Здесь, опять, в этой палетке идеально все, от шиммеров до матовых. Матовые цвета в этой палетке, они как будто бы растушевываются сами, то есть у вас нет даже права на ошибку, потому что эти тени вам этого не дадут. Все, что вам нужно, это нанести тени на ваши века, чуть-чуть их растушевать кисточкой, все, ваш образ готов, добавите немножко шиммеров и вы готовы просто идти хоть в пир, хоть в мир. Вы не поверите, но это моя самая первая полноразмерная палетка от Наташа Диноны. Когда я ее приобретала, я даже не думала, что мне она понравится, что она мне зайдет, я думала, ну, палетка и палетка. Однако, я была настолько удивлена, настолько потрясена, палетка создана просто для людей, которые ленивые, которые хотят все и сразу, и пигмент, и легкую растушевку, и хороший очень шиммер. Нельзя не упомянуть то, что шиммерные оттенки в этой палетке просто созданы для лета. True Cooper, он, наверное, самый такой влажный, не мокрый, а влажный из всех этих оттенков. Единственный момент, что мне немножко не понравилось в этой палетке, это такой, знаете, маленький минус, это то, что здесь нет никакого серебряного оттенка в этой палетке для того, чтобы оттенить ваш уголок глаза. Он есть в ее маленькой палетке, которая называется Mini Nude Palette, и он здесь просто шикарен, он, наверное, один из ее лучших оттенков, вот если говорить именно о серебряных, в этой палетке Nude Mini Nude. Поэтому, ребят, эта малышка стоит своих денег, если вы увидите ее где-то на Beauty Bay, где-то еще, покупайте ее, не раздумывая, потому что она вам даст тот самый идеальный нюдовый выбор оттенков, за которым многие люди сейчас бегают, а он вот здесь вот, в этой палетке, они все просто идеальные. Я уже, наверное, столько много раз сказала слово идеальный, но это правда. Наташа, и начнем мы с палетки от Наташи Диноны Bronze Palette. Вот смотря на нее, так и хочется просто взять и попробовать какой-нибудь очень красивый матовый коричневый оттенок, потому как, ну, они так и манят, правильно же? И очень интересно, что в этой палетке, да, вот как выглядят очень многие матовые здесь, допустим, вот этот вот оттенок или вот этот, он на самом деле чуть более активен, когда вы наносите его на глаз. У меня сейчас на глазах макияж с использованием этой палетки, и чтобы вы понимали, это заняло примерно минут пять сделать идеальную растушевку, идеальное положение глиттеров. В общем, да, это очень легкая палетка в использовании. Важный факт, в этой палетке некоторые цвета матовые, они выглядят очень приглушенно, однако, когда вы наносите их на ваши века, они открываются с другой стороны и становятся гораздо более насыщенными, чем они на самом деле. Это просто такой маленький факт, чтобы вы знали, что, скорее всего, макияж не получится супер тяжелым, однако он и не получится супер мягким. Следующая палетка у нас будет от Morphe и их коллаборация с Maddie Ziegler. Кстати, мы сегодня пошли по убывающей, от самых лучших до самых худших палеток. И если вы меня спросите, нужна ли вам эта палетка, я скажу точно, скорее всего, нет, потому что все оттенки, которые здесь представлены, они не такие уникальные. Сейчас вам объясню, почему. Здесь очень хорошие именно нюдовые оттенки в этой палетке, они как выглядят мягкими, так и не будут на ваших глазах мягкими, то есть это не как в нашей палетке с Наташей Диноной. Однако, когда дело доходит до ярких оттенков, они достаточно капризные. Самый капризный это вот такой вот Go Home и, конечно же, желтый, как называется, Like Butter. Эти два оттенка, они очень сложно тушуются. Не уверена, если вы какой-нибудь хороший прайм занесете на глаза, поможет ли он. Однако, эти оттенки яркие, из-за чего, собственно говоря, вы покупаете эту палетку. Они здесь, ну, никакие, если честно. Самые нереально классные оттенки с этой палетки, это шиммеры. Ребята, шиммеры в этой палетке, они просто так и манят, и они очень-очень хорошо сделаны. Мне очень нравится оттенок God Mom, это очень красивый серебристый оттенок. Он не дуахром, нет, он именно такой очень мягкий. Плюс ко всему, он как масло. Дальше, мне очень понравился оттенок Angel, это чистый дуахром. Он невероятно красиво смотрится на глазах, он невероятно красиво сводчится. Тоже масляное масло, у него невероятно хорошая текстура, и я очень частенько за этими оттенками ныряю в эту палетку. И самое главное, насколько хороши здесь именно яркие оттенки. Яркие оттенки, они не все хороши, скажу сразу. Самый лучший из ярких оттенков, да, неоновых, это вот такой лиловый оттенок She Insist. Самый лучший неоновый оттенок из этой палетки, с которым вы можете работать, и вам будет приятно с ним работать, и вообще даже не сложно ни разу. Так что да, проанализируя всю эту палетку, хочу вам сказать точно, что она стоит своих шиммеров. Здесь очень хорошие нюдовые оттенки, которые, в принципе, можете найти в любой другой палетке, и покупать эту палетку из-за шиммеров, тогда как вы пришли именно за яркими оттенками, которые здесь, ну, скажем так, не очень хорошие. Тогда смысл вот этой коллаборации, если вот эти яркие оттенки так и просятся попробовать их, а они вообще никакого качества, вот в чем вопрос. Дальше. Палетка от ELF и их та самая палетка Retro Paradise, вернее, коллекция. Эта коллекция вышла, может быть, месяца пол назад, и, как я уже сказала в прошлом видео, когда я делала обзор на эту палетку, люди были удивлены, насколько эта палетка не очень хорошего качества. Если вы зайдете на веб-сайт ELF, то вы увидите, что обзоры, обзоры, отзывы на эту палетку, они очень плохие, то есть там стоит 3, что-то там, 3,5. Это, ну, не очень хорошо для палетки, это явно, чтобы вы понимали, палетка Наташи Диноны, она на Сифоре оценена в 5 баллов, то есть нет ни одного негативного отзыва об этой палетке. Что я думаю? Эта палетка, она интересна, потому что в ней есть все типичные, у меня аж рука затекла, держат эти палетки, здесь есть все необходимые оттенки на лето, то есть они в меру яркие, фигментированные, то есть они очень фигментированные, можно так сказать. Здесь есть также очень хорошая подборка именно нюдовых оттенков, очень даже неплохие нюдовые оттенки, они прям, ну, реально хорошо работают, но, опять же, их нужно наносить под праймер обязательно, иначе у вас ничего не растушуется. Все шиммеры, которые так хорошо здесь выглядят, они на самом деле очень капризные, то есть когда вы пытаетесь нанести их на ваши глаза, они, скорее всего, будут осыпаться, особенно, когда мы поговорим о таких оттенках, как, допустим, Сип-Сип. Представьте, когда у вас такой оттенок на ваших глазах, под глазами начинает осыпаться, ну, это вообще не очень, да, потом это все по лицу размазывается, все шиммеры здесь, они достаточно сухие, то есть они никакие не мокрые, потому что эта палетка стоит 14 долларов, и, в принципе, за эти деньги ты ожидаешь такого качества, как мне кажется, да. Когда я использую эту палетку, мне необходимо где-то около 15 минут, чтобы завершить мой какой-нибудь обычный, допустим, даже нюдовый макияж, тогда как с этой палеткой мне необходимо всего лишь минут 5. То есть с этой палеткой нужно работать, вам нужно знать техники, чтобы хорошо распределить тени, которые не самораспределяются, к сожалению, по вашим векам. Эта палетка, наверное, будет моей самой менее любимой из всей этой коллекции. В общем, да, эльф такой эльф. Дальше мы поговорим о люксовых новинках этого лета, про Патрика Та. Патрик Та, это очень интересная личность, я делала обзор на его новую коллекцию, и вы знаете, это невероятно интересный бренд с очень эстетически красивой упаковкой, то есть смотря на это, тебе так и хочется взять, открыть, посмотреть, как это все смотрится. Использую ли я эти румяна каждый день, тянется ли у меня к ним рука? Да, вы знаете, определенно. Мне невероятно понравилась эта палетка с сухими румянами и также с кремовыми. Мне больше заходит почему-то именно сухая текстура, я не знаю, потому что с ней как-то легче работать. В жизни, особенно летом, когда ты куда-то идешь на улицу и у тебя на лице целая куча вот этих вот кремовых моментов, конечно, это может быть не очень круто, потому что это все-таки жара. Кремовые и пудровые румяна у меня в оттенке She is that girl, и это, наверное, самый приятный оттенок, который вы только можете взять из этой коллекции. Он типично летний, он невероятно свежает лицо. Кстати говоря, сейчас у меня на лице именно этот оттенок, я его просто обожаю. Я не так часто использую кремовый оттенок, но иногда, когда хочется поэкспериментировать, я им пользуюсь. Он, кстати, очень хорошо освежает лицо также. Это палетка бронзеров, я заказала ее просто потому, что хотела посмотреть, что у Патрика с бронзерами. Вы знаете, бронзер просто магический, он хорошо очень бронзирует лицо, хорошая коррекция овала лица, то есть ничего лишнего. Однако, опять же, кремовая текстура, я не фанат просто кремовой текстуры. Однако, у меня сегодня есть он вот здесь вот на яблочках щек. Стоит ли эти две палетки по 40 долларов, по-моему, каждая, я напишу внизу. В принципе, если вы хотите попробовать Патрика там и купив одну из этих палеток, вам 100% будет достаточно посмотреть на то, какая у него формула, все такое. Я бы определенно взяла именно румяшки, потому что румяна это все-таки гораздо более такой летний момент. Насчет бронзера, я считаю, что он тоже очень хорош, однако оттенок этого бронзера, он, как мне кажется, не самый супер универсальный, потому что, ну, мне кажется, что на моей коже он выглядит немножко темно-коричневатым. Я бы хотела что-то более среднего тона. Но вообще, да, Патрик там, его упаковка, это, конечно, что-то, это, мне кажется, взрыв этого лета. Дальше, неоднозначный румяна, который у нас вышли этим летом, по-моему, в июле, это румяна от Morphe и их коллаборации с Maddie Ziegler. Есть одно но, здесь очень прекрасный есть оттенок, который у нас называется Pinky Swear, он очень красивый, он невероятно красиво смотрится на вашем лице. Однако, оттенок, который называется у нас Berry Good, он невероятно ужасный, потому как он сделает ваше лицо как клоун, то есть, если вы посмотрите на этот яркий розовый, когда вы носите его на лицо, он отлично растушевывается, его почти не видно, он очень натурально смотрится. Этот же оттенок, я не знаю, кто его будет использовать, может, если у вас очень загорелая кожа, он хорошо будет смотреться, просто невероятно пигментированный. И, в общем, я даже не знаю, как это вообще возможно, создать супер натуральный лук с этими румяными, да, кремовыми. Я бы не покупала этот оттенок просто для себя, для обзора это одно. Он совершенно по-другому смотрелся в интернете, когда я видела свотчи. Следующий момент, это у нас хайлайтеры от бренда Elf и их коллекция Retro Paradise. Эти хайлайтеры могут и выглядеть невероятно красиво, очень яркая летняя упаковка, однако, это не совсем так, потому что пигмент у этих хайлайтеров, его почти нет в них. Помимо этого, хайлайтер, который в таком красивом серебряном, серебристом оттенке, да, он на самом деле не серебристый. Он у нас золотистый, когда вы его свотчите, это не очень круто, потому что я его купила именно для того, чтобы получить серебряный оттенок. Когда я вижу это, я хочу получить именно серебро, а не это золото. Другой хайлайтер, который у нас в оттенке, который даже не указан здесь на упаковке, розоватый. И вот так он выглядит. Это может показаться красивым оттенком, однако, он невероятно крошится. Не самый легкий хайлайтер на рынке, с которым легко работать. К тому же, когда вы свотчите его, невероятно легко получить пигмент на руку, однако, не так легко получить пигмент на ваше лицо. Я не знаю, эти хайлайтеры так хорошо выглядели, у меня было столько много ожиданий по поводу них, но моя рука не так часто тянется к ним. Этот аромат, который вы будете чувствовать у этих хайлайтеров, он странный. То есть, сначала вы можете почувствовать очень приятную сладость, они приятно пахнут в начале. Да, однако, потом, когда вы принюхаетесь, вы поймете, что они пахнут, как какие-то носки или какой-то, как запах пота. Масла для тела, которые тоже вышли с этой коллекции, они примерно так же и пахнут. У меня кисточка есть здесь, тоже из этой коллекции, и она пахнет примерно так же. Вначале вроде как прикольно, приятный сладкий аромат, однако потом я даже сама подумала, что я вспотела, потому что настолько запах какого-то пота исходит от отдушек из этой коллекции. Поэтому, не знаю, не знаю, эльф, что-то он как-то разочаровал меня из этой коллекции, если честно. И последнее, о чем мы поговорим сегодня, это то, что мне понравилось. Закончим это все-таки на более приятной ноте, да. Мне понравилась эта тушь от Mark Jacobs, которая называется у нас, я сейчас вам зачитаю, потому что у нее невероятно длинные названия. И она называется At Lash D Lancering and Curling Mascara. То есть это, по сути, тушь, которая удлиняет и подкручивает ваши ресницы одновременно. У меня сейчас эта тушь имеется на моих ресничках, и я довольна результатом, надо сказать. Однако, я вижу, что эта тушь отпечатывается на этой части глаз, что не очень круто, потому что от люксовой туши ты ожидаешь, как минимум, чтобы она сама красила ресницы и не отпечатывалась. И эта тушь от Mark Jacobs это делает, но это не совсем критично на самом деле, потому что эффект, который она дает вам, а именно такие, как фейковые ресницы, то есть как будто бы как нарощенные ресницы у вас имеются, чем больше слоев вы наносите, тем, конечно же, ресницы будут гораздо более отчетливо видны. Но это не какие-то паутины-паутини-лапки. Также говорят, мне тушь эта понравилась, очень натуральный эффект вам дается, никаких паутиних лапок, и держится она весь день. Она, насколько я знаю, не водостойкая, однако у нее очень даже хорошая стойкость. Если я ношу ее днем, то вечером я смываю ее, и мне приходится даже смывать еще второй раз, для того, чтобы смыть именно эту тушь. Поэтому тушь хорошая, она вышла только недавно, я не знаю, когда она будет в России, опять же, потому что до России доходит все чуть позднее все-таки, да. И это был последний товар из нашей коллекции лучших и худших выходов косметики за июнь и июль. Надеюсь, вам понравилось это видео, ребят, не забывайте подписываться, также ставить лайки. На этой неделе вас ждет очень много интересных видео, много обзоров, поэтому не забываем оставаться на связи и подписываться на канал. Таким образом, вы ничего не пропустите. Ну, а я с вами, ребят, не прощаюсь. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, чтобы у вас всегда были только удачные дни в макияже, никогда неудачных. Я не прощаюсь с вами еще раз. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok